Несомненно, главным подарком жителям ко дню Щелковского района и города Щелково стала реконструкция улицы Парковой с созданием на ней пешеходной зоны. И хотя горожане могли пользоваться новым променадом уже в процессе строительства, окончательный вид Парковая приобрела непосредственно к церемонии открытия. Она состоялась в самый разгар праздника, днем в субботу. Разрезать ленточку доверили самым маленьким щелковцам. Парковая является продолжением задуманного несколько лет назад пешеходного центра. Набережная Юности, набережная Серафима Саровского, старый мост, реконструированная в прошлом году площадь Ленина, которая теперь переходит в пешеходную улицу Парковую. Усилиями властей в Щелкове становится все более удобно жить. Улица Парковая, посмотрите, от жителей, самое главное, от жителей, мы сейчас слышим только слова благодарности. Здесь удобно общаться, здесь удобно прогуливаться, здесь удобно заниматься спортом. Мне кажется, эта улица, она является еще одной такой точкой роста для современного качественного благоустройства в нашем городе. Алексей Васильевич, у меня вопрос. Для вас лично открытие улицы Парковой, что значит? Маленький этап в будущей большой работе, потому что она будет каждый год все больше, больше, больше. Что же мы видим на реконструированной Парковой? Объединены и смещены в одну сторону обе полосы проезжей части. На пешеходной устроены плиточное покрытие, тактильные элементы для слабовидящих, безопасная велодорожка, оригинальные скамейки. А новые элементы освещения даже и фонарями-то назвать с трудом получается, настолько интересная у них конструкция. Работы проводились под кураторством городской службы озеленения и благоустройства, а придумал все щелковский архитектор Алексей Воробьев. Я здесь практически каждый вечер был во время стройки, знаю все уголки, все нюансы, которые что получилось, но в целом все как бы согласно проекту, согласно концепту, что радует на самом деле, потому что это бывает очень редко. Как рассказывает Алексей, то, что на общественное пространство был сделан собственный проект, уже позволяет говорить об индивидуальности улицы Парковой. Окончательный вид она получит, когда подрастут зеленые насаждения. Воплощение важно, но особая важность имеет дальнейшая ее эксплуатация, поскольку она зависит не только от непосредственно авторов, но и от самих жителей. Как они будут к ней относиться, как они ее будут воспринимать. Если она будет полна людей постоянно, то это можно считать успехом. Архитектор беспокоился, как примут жители обновленную Парковую. Похоже, беспокоился зря. Мы живем в Королеве, а приехали посмотреть, как город. Очень хорошо. Нормально, хорошо, все благоустроили. Приятно, во всяком случае. Приятно и посидеть есть где. Ну что нам еще нужно? Мы очень довольны. Я просто живу в городе Фрязино, здесь очень давно не была. И это, ну не знаю, меня это просто поразило. Я даже не думала, что можно сделать так красиво. По этой улице вообще гуляли, я же в 61-м году родилась. Но вот такого я не видела, мне очень нравится. Большое спасибо за Парковую улицу, наконец-то она преобразилась. Это просто, вот просто мы очень-очень даже рады и довольны. А еще в пешеходной зоне улицы Парковой, теперь как во всех больших городах мира, есть бесплатный Wi-Fi. Так что можно сделать селфи и выложить в шекс-сети с поздравлениями любимому городу и району. Улица Парковая стала в день открытия еще и концертной площадкой. Здесь выступали воспитанники музыкальных школ Щелковского района и не только. Популярную классику Чайковского и Бетховена играл для всех народный артист России Юрий Розум и стипендиаты его благотворительного фонда. Надо сказать, что уже готов проект дальнейшей реконструкции Парковой от улицы Зубеева до Пушкина. И это обязательно произойдет. Ирина Микеда, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково». Ирина Микеда, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково»